Друзья, всем привет! Рады вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы погрузимся в загадочный мир океанов, чтобы познакомиться с самыми странными акулами, которые плавают в водах нашей планеты. Эти создания вызывают восхищение, удивление и страх. Их необычные формы, повадки и поведение способны поразить даже самых искушенных любителей морской фауны. Вы когда-нибудь слышали об акуле гоблине или о редкой акуле гадюке, которая выглядит как настоящее инопланетное существо? Мы расскажем о том, в каких водах обитают эти удивительные животные, покажем особенности их внешности и вы поймете, почему они заслуживают иметь место в нашей десятке. Приготовьтесь к захватывающему путешествию по подводным просторам и давайте вместе познакомимся с самыми странными акулами на Земле. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь усаживайтесь поудобнее и поехали! Акула-молот Эксцентричный внешний вид этой красотки одновременно вызывают как удивление, так и страх. Форма головы этого животного совершенно необычной формы, Т-образная. В виде молота Кроме внешности, молотоголовая акула отличается крупными размерами. Ее длина составляет от 4 до 7 метров. Акула-молот обитает по всему мировому океану, как в глубоководье, так и на мелководье. Она любит путешествовать. Считается, что схватка с такой хищницей заранее обречена на поражение. Она всегда побеждает. Наибольшую угрозу для человека акула представляет в период выведения потомства, потому что для этого она предпочитает людные места – пляжи Флориды, Калифорнии и Гавайи. Случаев нападения на людей зафиксировано предостаточно, чтобы считать акулу молота одной из самых агрессивных и опасных. Пятнистый вебегонг или австралийская ковровая акула Австралийская ковровая акула выглядит совершенно иначе, чем мы привыкли представлять акул. Она вырастает в длину до 3 метров. У нее нет обтекаемой формы, острого носа, не видно хищного рта. Напротив, все тело покрыто какими-то наростами и рюшечками. У ковровой акулы приплюснуты и широкие голова и тело. Голова обрамлена характерной бородой, бахромой, образованной кожными лоскутами. Яркая пятнистая акула встречается у побережья Австралии на глубине до 218 метров. Она обитает у дна, маскируясь под морской ландшафт, и заросшие водорослями камни. Большую часть времени она висит неподвижно, словно в засаде. Ковровая акула не представляет опасности для человека, но если ваши ноги окажутся перед ее пастью или вы случайно наступите на нее, то хищница может вцепиться в вас своими острыми зубами. Такой коврик точно не позволит вам вытереть об себя ноги. Светящаяся акула-ниндзя Необычный морской обитатель был найден у побережья Центральной Америки совсем недавно, в 2015 году. Американские исследователи дали ему научное название «Этмоптерус Бенчли» в честь Питера Бенчли, автора популярного литературного произведения «Челюсти». Вполне логично, ведь акула-ниндзя выглядит так, словно действительно выплыла из романа ужасов. Она окрашена в угольно-черный цвет с белыми отметинами вокруг глаз и рта, кожу животного покрывают фотофоры, клетки, обеспечивающие ей свечение в темноте. Люминесценция помогает акулам найти в темных глубинах океана себе пару для размножения и используется для маскировки при охоте на добычу. Однако размеры акулы-ниндзя отнюдь не ужасны. Самая крупная особь, обнаруженная учеными, достигла 51 см в длину и при этом являлась взрослой самкой. Акула-гадюка Эта редкая и жуткая акула обитает в северо-западной части Тихого океана. Взрослая особь достигает в длину не более 50 см. У животного вытянутое черное тело, голубые глаза бусины и пасть сотни игольчатых зубов. Чтобы схватить добычу, она стремительно и широко раскрывает челюсти, выдвигая их вперед. Жуть! Акула-гадюка днем предпочитает держаться у дна на глубине 350 метров, а ночью поднимается выше и находится в 150 метрах от поверхности воды. Впервые этот вид обнаружил в 1986 году капитан рыболовного траулера Хиромити Кабаэм, в честь которого она получила свое научное название Тригоногнатус Кабиэм. Просто представьте себе реакцию капитана, когда он увидел это. К счастью, подобные акулы попадались на глаза человеку исключительно редко и зачастую случайно. Они умело прячутся в глубинах, поэтому ученым мало о них известно. Площеносная акула. Это опасное и уникальное создание считается царем подводных глубин. Площеносная акула – потомок легендарного морского змея и за 80 миллионов лет, что поразительно, она совсем не эволюционировала. Да, эта штука убивала тогда, когда по земле бродили динозавры. Внешность плащеносной акулы довольно своеобразна. Ее изюминкой являются широкие кожные складки, образованные жаберными волокнами, которые прикрывают жаберные щели. Этих щелей по шесть с каждой стороны. Перепонки первой пары снизу соединяются и образуют широкую кожную лопасть. Зубы акулы изогнуты в виде крючков, напоминающих якоря, и имеют три вершины. Сама пасти находится впереди головы, а не снизу, как у других видов. Длина плащеносной акулы может достигать двух метров. По счастью, встретить эту тварь можно в Атлантическом и Тихом океанах лишь на глубине от 120 до 1500 метров. Иначе она стала бы кошмарным сном любого ныряльщика. Бразильская светящаяся акула На вид бразильская светящаяся акула очень милая и, кажется, самая безобидная. Но помните, внешность обманчива. Эта довольно маленькая рыба обитает во всех теплых морях мира на глубине до 4000 метров. Она вырастает всего до 50 сантиметров в длину, но при этом очень кусачая. Бразильская светящаяся акула может нанести серьезные раны животному, которая в несколько раз крупнее нее, или даже убить его. Да, большую часть ее рациона составляют мелкие обитатели океанского дна, которых акула может проглотить целиком. Но кроме того, она регулярно поднимается к поверхности океана, впивается своими острыми зубами в более крупных морских млекопитающих рыб, выгрызая куски плоти и оставляя на теле животных характерные кратерообразные раны. От нападок наглой акулы размером селедку страдают киты, ластоногие, костистые рыбы, дельфины и другие акулы. А быть незамеченной ей позволяют яркое зеленое свечение биолюминесценса, которое обеспечивает фотофорами на нижней части ее тела. Акула дымовой или акула гоблин. Ареал обитания этих акул огромен и включает большую часть Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Они встречаются в водах, расположенных близко к морскому дну, на глубине 1200 метров. Взрослые особи достигают 3-4 метров в длину и весят более 200 килограммов. Но если вы не ракообразный и не головоногий моллюск, акулы-гоблины вряд ли представляют для вас угрозу. Вид акулы-гоблина, мягко говоря, как поражает, так и устрашает. Своё название она получила за причудливую внешность. Морда этой акулы заканчивается длинным, клювовидным выростом. А как только на пути проголодавшейся хищницы появляется возможный обед, из ее плоского рыла выдвигаются мощные челюсти. Как она охотится в темноте на большой глубине, есть один секрет. Ее морда усеяна порами, называемыми ампулами лоренцини, которые могут обнаруживать электрические поля, исходящие от живых организмов. Атлантическая центрина или акула-свинья. Грубая, неуклюжая, со странной внешностью, она не вписывается в общее восприятие акул как исключительно больших, мускулистых охотников. Она скорее напоминает странную рыбу-химеру, нежели грозного хищника. Крупная, притупленная голова со вздернутой верхней губой, приплюснутая розовая рыла с ноздрями-завитками, и хрюканье, которое она издает, когда ее вытаскивают из воды, не оставила акуле ни единого шанса на нормальное прозвище. Акула-свинья и точка. И широко расставленные глаза, напоминающие круглые иллюминаторы, лишь дополняют ее комичную внешность. Средний размер атлантической центрины составляет около 1 метра в длину. Странная акула встречается в восточной части Атлантического океана от Норвегии до Южной Африки и в Средиземном море. Она преимущественно обитает в водах непосредственно над морским дном на глубине от 60 до 700 метров, где активно ищет пищу. Роговая акула Роговая акула обычно встречается в теплых прибрежных водах на северо-востоке Тихого океана. Своё название этот вид получил из-за короткой тупой головы, почти похожей на рог, с высокими гребнями над глазами. Его представители обычно коричневого или серого цвета с множеством мелких темных пятен на теле. В среднем размер взрослой особи составляет около 1 метра. Также у роговой акулы два высоких спинных плавника с крупными шипами, которые помогают ей защищаться от хищников. Во всем остальном эта акула тихая и скромная. Она проводит жизнь у самого дна океана на глубине до 12 метров, лениво и неторопливо поедая моллюсков. С помощью гибких, мускулистых плавников, она не плавает, а передвигается по морскому дну. В течение всего дня акула спит, выходя на охоту только глубокой ночью. Не акула, а какой-то милый домосед. Пелагическая большеротая акула Пелагическая большеротая акула обладает огромной пастью с толстыми эластичными губами, которые придают ей уникальную внешность. Голова по длине может быть сопоставима с туловищем. Она не похожа ни на один вид какой-либо другой акулы и является единственным представителем рода большеротых акул. Кроме того, это один из трех известных науки видов акул, питающихся планктоном. Большеротая акула имеет тело цилиндрической формы, немного дряблая и несколько коренастая. Самым крупным представителем этого вида стала самка длиной 5,7 метра. Пелагическая большеротая акула обитает в тропических, субтропических и умеренных водах на глубине до 1500 метров. Это редкое животное и его нечасто можно встретить. Впервые эта акула была обнаружена учеными в 1976 году. К августу 2015 года было обнаружено всего 102 особи, из которых лишь немногих удалось научно исследовать. Поэтому об анатомии, поведении и ареале этой акулы пока известно очень мало. Просто загадочный монстр из ночных кошмаров. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, какая акула-чудачка вас удивила больше всего.